Мы знаем, что миром правят сейчас технологии, как информационные, так и психологические и социальные. Какое-то время назад был проведен одним из преподавателей в школе эксперимент. Изучали историю Германии и дошли до Второй мировой войны, фашистского движения. И ученики просто возмущались, как же так можно было поверить в это движение фашистское, как так мог сделать народ, такой очень пунктуальный, четкий, логичный. И преподаватель предложил им эксперимент за неделю, посмотреть, насколько они сами изменятся. Каждый день давалось какое-то одно правило, которое люди исследовали. Хотела бы, комментируя эти правила, поспросить у вас совета, как можно данную методику, когда за неделю она человека преобразовывает из нормального в нацистско-склонного, вот так же можно ли как-то преобразовать, чтобы из обычного человека-эгоиста преобразовать его в нечто такое, чтобы стремиться к большой цели. Первый день преподаватель пришел в класс и сказал, что усердие для достижения цели – это самое главное. Для начала надо не просто усердие, к чему мы стремимся, надо выставить цель перед нами. Цель, она выставляется очень просто, поскольку мы представляем собой одно единое общество, и мы видим, что мир к этому стремится, и мир вообще, он интегрален и взаимно полностью связан, кроме человека, человеческого общества, которое раздирается изнутри всевозможными ненавистями, то все, что нам остается сделать, это преодолеть разобщенность между нами и соединяться вместе. То есть конечная цель мира, глобального, интегрального мира – это чтобы человечество стало так же интегральным. Значит, к достижению этой цели мы обязаны идти всеми возможными методами. То есть самое главное – достижение этой цели. И усердие просто как приложение. Да. Значит, на второй день он пришел и сказал, дисциплина, сосредоточенность и общность – это сила группы. Дисциплина сама по себе – это не самоцель. То есть самое главное, опять-таки, намерение достичь взаимной связи вплоть до взаимной любви. Это когда замещают друг друга, когда я помогаю друг другу, когда я чувствую другого вместо себя. И тогда здесь мне нужна дисциплина над собой. Над собой. Чтобы я это все делал относительно другого. Еще было такое уточнение, что следовать дисциплине должен каждый. А кто отклоняется, о том сообщать руководству. Нет никакого руководства, потому что мы находимся сами внутри нашего коллектива, и мы должны просто постоянно поддерживать друг друга, давать друг другу примеры, не указывая и не докладывая, а просто подавать пример друг другу такой, чтобы все захотели выполнять наши действия по объединению. Когда преподаватель пришел на третий день, он увидел удивительную картину. Класс стал более наполненным, то есть больше пришло студентов. Все сидели, не смеясь, сосредоточенными лицами. Все поглядывали друг на друга, чтобы ровная атмосфера была везде, во всем классе. То есть ничего отличного от дисциплины, сосредоточенности и в этом общности группы. И он в этот день объявил название организации. Наши определенные жесты приветствия будут такими. Всем раздал членские билеты, как атрибуты единства. Не имеет права никто смотреть друг на друга критическим взглядом. Он только должен смотреть на себя, каким образом он действует, чтобы вдохновить всех других к сближению. Не к подозрительности, к доносу и отторжению, а к сближению и к поддержке. То есть тут совершенно неверная уже пошла интерпретация движения группы. Самые усердные ученицы класса рассказали своим родителям случившимся. Те рассказали раввинам, это, видимо, были еврейские студенты. И те не поняли, что это такое изучение Германии, какая-то очень подозрительная вся эта игра. Выказали свои опасения. На что преподаватель, играя в эту ситуацию, сказал, что они просто изучают немецкую сущность XX века. Директор успокоился, это же приняли родители. И внутренне преподаватель был возмущён, насколько даже взрослые просто органично очень принимают вот эту игру. Казалось бы, довольно уже опасно. Я не вижу в том, что они достигли какой-то цели. То есть цель у меня же была поставлена в том, чтобы была взаимосвязь между людьми, чтобы была поддержка взаимная, чтобы каждый давал другому пример, насколько он стремится к объединению. А здесь этого ничего не было. Просто была игра в развитие ненависти, доносительства и так далее. То есть начиная с третьего дня точно совершенно цель явно была видна в этой группе, противоположная моей группе. В этот же пятый день класс был просто удвоен по численности. Студенты уходили с уроков других учителей, приходили в этот класс. И он сказал, что мы должны гордиться нашим движением. Мы боремся за будущее народа. Мы хотим, чтобы все увидели нашу общность, наше объединение, нашу дисциплину, наше устремление к тому, чтобы сделать лучшую страну и школу. Гордость – это что? Гордость может влавствовать над чем угодно. Мы можем сделать из себя баранов и гордиться тем, что мы бараны. Мы можем сделать из себя великих учёных или сумасшедших и так далее. Гордость может базироваться на чем угодно. Она ни о чём не говорит, ни о каких достижениях. Она говорит только о том, что мы ценим то, что мы. Но вот он ещё добавил, что с помощью дисциплины, общности и гордости, а также действий, примера, которым мы будем показывать в коридорах школы, на улице, общество станет лучше. Мы сказали, что дисциплина – это не очень хорошо, общность должна быть другом, и гордость, она вообще может человеком вертеть, как крутить в разные стороны. Как это правильно соединить? Дисциплину, общность, гордость и действия, чтобы это было примером не к такому, казалось бы, объединительному, но отвицательному примеру, а к какому-то положительному действию, которое всех возвышает действительно и никого не отсекает? Всё зависит от цели. Цель объединения, но объединение какое? Доброе между всеми. Каждый показывает друг другу примеры или каждый доносит друг на друга. Они хотят этим возвыситься над остальными или сделать так, чтобы показывать этим добрый пример друг другу и заражать остальных тоже объединением. Это фашистское общество, которое будет гордиться потом своими достижениями в возвышении над всеми остальными, но не более того. На седьмой день он пришёл и сказал, нас ждёт пресс-конференция, эти люди не будут с нами, руководство страны и в предвыборной кампании включат нашу программу. Если мы сможем изменить порядок в школе, то мы сможем изменить порядок на фабриках, в магазинах, в университетах, в других организациях, вообще в стране. Мы движемся к лучшему нашему обществу в будущем. В чём? В том, чтобы покорять остальные народы? Вот как человеку, тем более молодому человеку, отличить эту грань? А чем они питаются? Что их вдохновляет? Что их держит? Что наполняет их? Какой воздух? Ну вот это желание. Превосходство. И остальные тоже должны быть такими, как они? Ну, они показывают эталон. Над всеми. Какой должен быть в стране, в школе, в обществе и так далее? Если мы хотим быть подобными природе, тогда мы не можем намереваться покорить кого-то и над кем-то властвовать. Мы должны только действовать сообща и только друг с другом. И никакого доноса, и никакого унижения, и никакого страха не должно быть. А наоборот, только всеобщая поддержка. Начиная буквально с первого дня движение, оно отрицательно. Самое главное – это цель. То есть я бы у него сразу же спросил, у этого преподавателя, какова цель нашего движения. Цель. Самое конечное состояние. Мы пренебрегаем кем-то, мы ненавидим кого-то. Значит, это против общего закона природы, интегрального. И поэтому это не будет иметь успех, это все равно развалится, и мы этим только нанесем вред себе и всему миру. Задача природы – привести человечество к интегральному виду, к полной взаимосвязи между собой. Независимо ни от рас, ни национальности, ни от чего. А как это можно учесть, вот разношерстное, даже мировое общество, чтобы все интересы учесть, соединить? А у них всего всех только один интерес – к объединению между собой добрыми чувствами. Ничего другого. Каждый может понять. Ну, далее надо, конечно, учить и учиться на практике, но все равно ничего сложного в этом нет. Каждый может ответить, что значит хорошо относиться друг к другу, как к себе, возле Биближнего, как к себя. Тут уж никакого учения особого не надо. Ну, в завершение хочется сказать, что когда учитель разоблачил всю эту игру, сказал, что, конечно, господдержки не будет, пресс-конференции тоже не будет, потому что это все игра. Студенты очень расстроились. Он сказал бы, «Вы посмотрите, что можно сделать с человеком за семь дней? Как он может измениться согласно определенному просто алгоритму действия?» Казалось бы, совершенно безобидным правилам. Игра, дисциплина, гордость за свой народ и так далее. Вот что бы вы пожелали молодому поколению, которое ищет вот эти алгоритмы, ищет правильный путь, правильные условия для того, чтобы достигнуть вот этой цели большой, позитивной для всех? Я бы посоветовал думать больше. Больше думать. Ничего другого. И никому, и ничему не верить. И сначала смотреть в конечную цель. Изначально, прежде чем я делаю хоть один шаг, я должен знать конечную цель, к чему это меня приведет. И если эта цель совпадает с законом природы, я к ней иду. А если не совпадает, то я точно ошибусь и достигну просто невероятных проблем, страданий, поврежу себе и всем остальным всю жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok